Следующий вопрос. Я бы все простил, но когда из акварельных красок делают гуашь и при этом используют дорогую желчь, не за что. И вообще, зачем вы в данном случае применяете желчь? Честное слово, я ошарашен. Не знаю, что сказать. Наверное, я раньше такая была, когда мне кажется, что что-то правильно, вот именно так правильно, и когда видишь, что другие люди это делают не так, то ошарашен, то раздражение, простить не могу. Прощать-то и не надо, потому что я прощения ни у кого и не прошу. Это ваш плюс или ваш минус, что вы так это воспринимаете? Зачем вообще тратить свои нервы на такие размышления? Ну, по поводу гуаши и желчи. Бутылочка желчи, которую я использовала в этом видео, стоит 7 долларов здесь в магазине. Стакан малины стоит тоже 7 долларов. И стакан голубики стоит 7 долларов. Я ребенку покупаю стакан голубики, она его раз за 5 минут и съела, и 7 долларов как не было. А это желчь, она у меня служит год, наверное. Поэтому насчет дорогущей желчи, не такая уж она и дорогая. Может в России она очень дорогая, а здесь это очень доступная цена. Она стоит как тюбик краски, даже дешевле тюбика краски. У меня есть тюбики краски по 20 долларов. Насчет гуаши. Это не гуашь. Потому что гуашь это что? Это крашеный мел. Он может быть ярко окрашенный, но это все равно крашеный мел. И он соединен каким-то там соединителем, зависимо от фирмы. Иногда даже гам-эробик. То когда вы добавляете желчь в простую акварель, плюс китайский белый, то это не гуашь. Потому что акварель это чистый пигмент и гам-эробик или какой-то другой соединитель. Это не гуашь. Это намного более высокого качества материал. Поэтому здесь никаких сравнений. Да, на вид, когда вы рисуете, то вы можете подумать, что это гуашь. Но если вы попробуете, вы сразу увидите разницу. Для чего вообще использовать желчь? Дело в том, что если желчь не использовать, эти краски становятся как известь. И они не дают такого эффекта. Дальше. Алина, легко ли вам было в детстве? Много ли было проблем непреодолимых? Я думаю. Я думаю, Алина, что сказать. Потому что так как весь этот текст был написан, я только вопрос прочитал, оно там ведь было больше написано. Немножко есть такое чувство, что предполагается, что было много проблем. И я не хочу вас разочаровывать. У меня было очень замечательное детство. Я тогда думала, что я родилась в самой лучшей стране мира. Может и нет для других детей, но для меня это было хорошее детство. Я очень многим занималась. Я 11 лет занималась легкой атлетикой. Я пару лет занималась плаванием. Я 4 года занималась байдаркой. Чем еще я занималась? Я занималась... На какой-то там трубе я играла. Ну, музыка у меня не пошла. Я занималась гитарой. Но гитарой я занималась сама, без преподавателя. Что еще? Велосипедный спорт. Баскетбол. Столько всего я перепробовала. И все это совершенно бесплатно. В Америке, когда я детям это рассказываю, они мне не верят. Они не представляют, что такое возможно. Что можно пойти в какой-то там дворец пионеров, записаться на все, что ты хочешь, и это будет совершенно бесплатно. В моем городе было очень много детских организаций. Буквально через каждые два квартала у нас был какой-нибудь клуб, дворец пионеров, еще что-то. Так что детство у меня было очень хорошее. Чем мне в детстве еще очень-очень повезло? Это родители, конечно. У меня были хорошие родители, которые не пили и не курили. За свою жизнь я ни разу не видела пьяным ни отца, ни мать. У нас не было скандалов дома. У нас не было никаких таких больших трагедий дома. Ну, когда Советский Союз распался, то у нас у всех жизнь поменялась. Я думаю, что я не одна такая. Все развалилось. Все пошло в разные стороны. В те времена, в советское время, такое было ощущение, что все становилось только лучше. У меня, по крайней мере. Я, например, ходила в школу, поступила в институт. Мне начали платить стипендию. У меня как-то свои деньги получились. Мне казалось, что жизнь была лучше. Потом я закончила институт. Я попала по распределению в школу. Мне начали платить зарплату. И мне сразу зарплату платили очень высокую. По нашим меркам тогда у меня зарплата была выше даже, чем у моего отца. То есть и молодой специалист, и молодой учитель, и была высокая зарплата. Но это потому, что я согласилась работать в сельской местности. А это село было очень близко. Наверное, минут 30-35 на автобусе я уже была там. Так что детство у меня было очень хорошее. Если говорить о том, приходилось ли мне ломать себя. Здесь, в Америке, приходилось и до сих пор приходится. Потому что они другие люди. У них другое мнение обо всем. Они совершенно по-другому смотрят на жизнь. Они совершенно по-другому смотрят на Советский Союз. И на то, что случилось с Советским Союзом. Здесь, конечно, приходилось себя ломать. До сих пор ломаю. Когда иду на уроки, я была на уроке истории. Учитель задает вопрос. Почему немцы напали на Польшу? Почему немцы выбрали первую страну? Почему фашисты выбрали первую страну, на которую они напали, Польшу? А не какие-то другие страны. Я на задней парте сижу, потому что я там была для того, чтобы за детьми наблюдать, а не за учителем. Но меня же этот вопрос тоже заинтересовал. Ответ, который учитель дал. Потому что Польша была еврейская страна. Я, честно говоря, я вышла. Я дальше не могла уже слушать. Приходится себя ломать, чтобы не доказывать ничего. Потому что, когда вы встречаете такое незнание чего-то, и это преподается детям, то хочется как-то вступить в разговор. Но в Америке этого делать нельзя. Каждый должен знать свое место. Поэтому мне приходится себя переломывать. В каком-то другом уроке ребенок спрашивает. Так кто же выиграл Вторую мировую войну? А он говорит. Ну как кто? Мы выиграли. А кто ж еще? Ну все, урок закончился. Ну я не выдержала. Я взяла ихнюю книжку по истории. А там идет таблица. Сколько военных участвовало в войне в каждой стране и сколько погибло. Ну и вот в этой таблице вы читаете, например, Советский Союз. Я уже не помню, какая была цифра, но цифра была большая. Типа 50 миллионов участвовало, а может и больше. И что-то как 17 миллионов погибло. Это военных. Потом Америка. Участвовало 11 миллионов, а погибло 500 тысяч. Вот я же к этому учителю подхожу и говорю. Вот мне интересно, как вы можете прокомментировать эту таблицу, потому что я как-то не понимаю. Ну и вот я ему показываю, например, Польша участвовала 6 миллионов, погибло 3 миллиона. Россия участвовала 50 миллионов. Но опять, ребята, я цифру не помню. Я помню, что погибло 17 миллионов. Там Германия участвовала 7 миллионов, погибло, я не помню, 3 миллиона, у них или 4 миллиона. И так я иду по всем странам, потом прихожу. Америка участвовала 11 миллионов, а погибло 500 тысяч. Вы можете это объяснить, что всего 500 тысяч погибших? И, кстати, там было написано, сколько из этих миллионов было задействовано. В Америке было задействовано всего 2 миллиона солдат. Вы можете объяснить, как страна так могла выиграть, что у них вот всего 500 погибших, а у остальных он миллионами? А он сказал, это потому что мы лучше воюем. И всё. Вот такой ответ. Ну и я сказала, хорошо, я об этом даже не подумала. Ну, прикинулась дурочка и ушла. Так что здесь себя надо ломать очень сильно. Так, ну что, следующий вопрос. Какой породы моя собака? Это, наверное, не моя собака, а мои собаки. Вот эта, вот эта собака, она смесь пуделя и малтиса. Пудель, он очень кучерявый, поэтому собирает грязь легко. А у малтиса волосы растут сильно-сильно быстро, их надо стричь каждый месяц. То вот эта смесь, он получается и не кучерявый, вернее, это она. Она получается и не кучерявая, и стричь надо меньше. Я её стригу раз в три месяца. И получается вот такая вот хорошая собака. Вторая собака, она где-то сейчас забежала. Она смесь овчарки, хаски и пуделя. И эту смесь делают для того, чтобы собака не линяла, но всё равно сохраняла какие-то черты, которые присутствуют у овчарки и у хаски. Замечательная порода. Не линяют, грязи не приносят. Ну, единственное, что надо тратиться на стрижку, либо надо самой учиться стричь, либо тратиться на стрижку. А собаку стричь, это так долго, вот на вот эту вот маленькую три часа уходишь, чтобы её постричь. Так что я предпочитаю кому-то заплатить, чтобы её стригли. Так, следующее. Сейчас, я тут уже переместила свои листы бумаги и путаюсь в вопросах. Скажите, пожалуйста, почему у вас такой акцент? Ой, что уж вам сказать. Я не слышу своего акцента вообще. Мне кажется, что я разговариваю нормально так же, как и все. Поэтому, наверное, у нас у всех акцент. Когда я слышу москвичей, я сразу знаю, что они москвичи, потому что акцент. Ну, я понимаю, что я с Украины, и мы разговариваем по-другому. У нас много украинизмов. У нас употребляются русские слова, но украинская грамматика. Поэтому немножечко предложения, наверное, отличаются. Звучат, может быть, немножко странно. Я живу очень много лет в Америке. Я живу 21 год в Америке. И, конечно, американский язык тоже отложил на меня отпечаток на строение предложения, на произношение некоторых звуков. Наверное, все вместе и складывает этот акцент. Нужна более конкретная информация о кисточках. Это о том, что я в своем видео о кисточках не рассказала, как выбрать хорошую кисточку. А как выбрать хорошую кисточку, это вопрос очень сложный. Для начинающих это очень сложный. Это сложный даже не для начинающих. Кисточку, просто так прийти в магазин и выбрать хорошую кисточку, в принципе, невозможно. Вот, например, этот набор кисточек. И вот так он висел в магазине. Вы подошли, посмотрели, откуда вы знаете, они хорошие или нет. Пока вы эти кисточки не откроете, не размочите и не начнете ими рисовать, причем рисовать им надо так дней 10, чтобы сказать, хорошая эта кисточка или нет. Никак вы не узнаете. Они в магазине все склеенные. Сейчас умеют красить волос так, что вы никогда и не догадаетесь, натуральная она, ненатуральная. Они умеют паковать, что это все выглядит так красиво. Вот у меня эти кисточки в руке. Я не знаю, они хорошие или нет. Это фирма Mimic. Я знаю всего одного человека, кто ими рисует. И тому человеку эти кисточки нравятся. Но хорошие они или нет, я смогу сказать только через 2 недели. Поэтому, когда вы в магазине покупаете кисточки, покупайте только кисточки фирм, которые вы знаете, или у вас есть знакомые, которые знают эту кисточку и вам ее рекомендуют. Но и даже это подход индивидуальный. Мне, например, очень нравятся кисточки из коды. Но у меня есть знакомый, который рисует, и он их не любит. Он из коду вообще не признает. У каждого очень индивидуальный подход. Но факт тот, что когда вы покупаете кисточку в магазине, у вас нет возможности узнать, хорошая это кисточка или плохая. Тут уже ничего не поделаешь. Мы все в руках маркетинга, в руках производителя. Тут уже как повезет. Это, наверное, не тот ответ, который человек, задавший этот вопрос, ждал. Наверное, ждали какую-то формулу, по которой можно определить, хорошая кисточка или нет. Но это честный ответ. Пойдем дальше. Как я знаю, когда пора остановиться? Это в работе, в рисунке. Как я знаю, когда пора остановиться? Честно говоря, пора остановиться не наступает никогда, потому что всегда есть место для улучшения, а в конце концов это улучшение, она заставляет, чтобы я ее гладила. Всегда есть место для улучшения, но в конце концов это улучшение становится хуже, чем было раньше. Я останавливаюсь чаще всего тогда, когда визуально, как-то гармонически то, что на бумаге мне нравится. И я знаю, что если мне это нравится, то если я буду это улучшать, то будет хуже. Я всегда ищу комбинацию светлого и темного. Мне как-то больше нравятся работы, где есть очень темные места и очень светлые. Ну, естественно, есть какие-то и посредине, не просто черно-белые. Но я всегда ищу вот эту комбинацию темного и светлого. А также комбинацию холодных цветов и горячих цветов. Когда в прямом смысле слова рядом линия, например, оранжевая и синяя. Вот такое мне нравится. Когда еще я останавливаюсь, когда наступает недовольство. Когда я, например, рисую и я, ах, не тем цветом. Или, о, на кисточку много цвета попало, я недовольна. Вот это место я больше не трогаю. Все. Вот так оно и будет. Я его не исправляю, я иду дальше. И в таком случае, когда оно высыхает, то в конце, в принципе, нормально. И я даже себя спрашиваю, чего я была недовольная. Ну, недовольная, потому что всегда хочется контролировать то, что мы делаем. Это неважно, рисование или что угодно. Мы хотим контролировать то, что мы делаем. И акварель этой возможности не дает. И ты берешь синюю краску, например, наносишь, а она раз и сильно густая синяя, скажем. Или сильно там какая-то другая краска была, она какая-то более фиолетовая. И сразу вот это недовольство. Ты хотел синюю. Ты же хотел контролировать, ты хотел синюю. А у тебя получается что-то другое. То в этом случае я это место просто оставляю. Все, я иду дальше. А там уже как будет, так и будет. Акварель ведь сильно не исправишь. Лучше начать другую работу, чем исправлять. Почему в названии моего канала стоит число 2000? Потому что, когда я открывала Yahoo, когда я хотела сделать, чтобы у меня было имейл Yahoo, и тогда Yahoo была очень популярная, и в Yahoo был что-то как типа современный фликар, куда можно было поставить свои картины, фотографии, люди комментировали. То это был 2000 год. Я хотела сделать свой адрес, а Ксюша, потом собака, yahoo.com. Но Yahoo мне этого сделать не дало. Yahoo заставляла меня поставить какие-то цифры. И я поставила 2000. Так, вопрос. Точку схода находить на глаз или есть конкретное правило? Значит, в этом видео, в котором я говорила о точке схода, я ее определяла на глаз. Вопрос, есть ли правило. И я так понимаю, что мы говорим о рисовании с натуры или с фотографии. С фотографии, конечно, легче. С фотографии вы берете линейку, прикладываете к наклонным плоскостям, например, крыши, и доводите, куда она там дойдет до соединения с горизонтом. И так вы найдете точку схода. А потом вы такое же строите на бумаге. Но если вы рисуете на улице, то это намного сложнее. Вот вы представьте, вы смотрите на здание, и вам надо определить, где проходит горизонт на этом здании. Что я делаю? Я представляю, что я стою возле этого здания, например, возле окна или возле двери. И я представляю, какого я роста, где бы я там была. И вот там я провожу эту линию по своим глазам. Но это ведь все равно делается на глаз. Если вы будете все это делать вот именно по каким-то правилам, у вас уйдет очень долгое время на рисунок. Вы ведь не архитектор, вы художник. Вам, в принципе, такая точность не нужна. Потом еще одно. Если вы стоите от здания на расстоянии две высоты этого здания. Вот представьте, здание какой-то высоты, и вы стоите на расстоянии две высоты от этого здания. Это самое рекомендуемое расстояние, кстати, для того, чтобы рисовать с натурой. То точки схода на бумаге у вас будут на 7-8 метров в одну сторону и в другую. Вот представьте, у вас вот такой листочек бумаги. Вот скажем, вот такой листочек бумаги. И вот тут вы рисуете здание, которое от вас находится на две высоты этого здания. То вот эта точка схода, которая пойдет по крыше, уйдет туда на 7-8 метров в одну сторону и в другую. Как вы это будете строить? Эй, у тебя живот болит. У тебя там что-то бурлит. Ты что-то съела? То вы представьте себе, как вы это будете строить. Эта задача очень тяжелая. Вы слышите, как у моей собачки бурлит живот? Что случилось, дорогая? Что случилось? Что случилось? Она у нас иногда что-нибудь найдет и съест такое. То кусочек от игрушки какой-то, а потом у нее живот болит. Так, ну что, следующий вопрос. Какой акварель я рисую и как я выбираю акварель? Как мы все выбираем, какой краской мы рисуем? Вы записываетесь на какой-то мастер-класс, и этот преподаватель дает список красок, которых он хочет, и брендов. Вы эти краски покупаете, и этим вы пользуетесь. Вот таким образом я пользуюсь Дэниел Смитс и Виндзо Ньютон. Никогда ни один преподаватель, никаких других брендов не заказывал вообще. Так что в основном у меня такие краски. Ученические краски у меня оказываются только из-за их маркетинга, потому что они их рекламируют, они их очень дешево предлагают. Дальше. Празднуют ли в Америке 8 марта? 8 марта в Америке не празднуют, но праздник этот они знают. Даже в новостях каждое 8 марта они говорят, что это женский день, что во многих странах мира этот праздник отмечается, и они поздравляют женщин. Следующий вопрос. Во сколько лет начала рисовать моя мама? Моя мама начала рисовать в 60 лет, и она уже рисует 12 лет. Это ее картина, и здесь написано 2015 год. И эта картина была сделана с натуры. Следующий вопрос. Во сколько лет людям надо начинать рисовать? Правда ли, что рисуют хорошо только те, которые начинают рисовать в детстве? Это смотря как вы на это смотрите. Это все, я это называю социальным констрактом, что это люди сами и общество диктует, как на что смотреть. И в обществе считается, по крайней мере у нас дома, считается, что да, все надо начинать с детства. И заниматься музыкой, и учить языки, и заниматься рисованием. Совершенно не обязательно расскажу вам одну историю. Пришла я к своему зубному, а зубному так лет 60. Он начал говорить о том, что он хочет выйти на пенсию. И вот в один день у него весь офис завешан картинами. Так, картин 15. Картины акварелью, большого формата, в дорогих рамах, застекленные, и висят по всему офису. И подписаны его фамилии. Но рисунки были, работы были такие, знаете, детские. Вот как из детской художественной школы. Так, ребенок лет 10, наверное, может, 12 лет рисует. Я этой секретарше и говорю. А мне интересно, это работы этого доктора внуков? Она говорит, да нет, это его мама. Я говорю, мама? И она мне сказала, что маме исполнилось 84 года. И она решила заняться рисованием. Раньше никогда не рисовала. И вот это ее первые работы. Она, получается, на каждом занятии заканчивает одну работу. Ее сын эту работу сразу берет в раму и приносит к себе в офис и вешает. Так я им сказала, что вы скажите своей маме, что работы очень хорошие. Что они мне очень понравились. И ей их надо обязательно подписывать, писать полное имя и возраст. Так и писать, что Мария там такая-то, возраст 84 года. Что на это люди сразу по-другому смотрят. Вы видите, как мой первый взгляд? А, детские работы. Если бы это был ребенок 10-12 лет, ну, симпатичные работы ребенок нарисовал здорово. Но как только эта 84-летняя женщина, взгляд поменялся сразу. Поэтому я считаю, что рисовать не поздно никогда. Главное, чтобы вы от этого получали какие-то положительные эмоции. Чтобы вам это нравилось. Дальше. Я говорю халбайн, а правильно халбейн. Может быть в России говорят халбейн, но по-английски говорят халбайн. Это английская фамилия, и она произносится халбайн. Вы можете выйти в гугл, написать английскими буквами халбайн, нажмите кнопку звука, и вы услышите, как это произносится. Но, в принципе, какая разница, да? Халбайн, халбейн. Это ведь тоже, я считаю, вредные привычки замечать то, что режет ухо. Знаете, вот когда люди произносят и режут ухо. Я в молодости была тоже такая. У меня был один парень, как сейчас говорят, бойфренд. Так я с ним порвала отношения только из-за того, что он слово пальто плохо произносил. Он был такой смешанный русско-украинец, наверное. Он говорил по-русски, но очень много украинизмов. И он говорил, нет пальта. И на меня это так подействовало, что я с ним даже порвала отношения. Потом у моего отца был друг, и этот человек говорил на смешанном русско-украинском языке. Я думала, что он дурачок, честно говорю. А то, что у человека два высших образования, и то, что он прораб на очень большой стройке, это как-то в расчет не принималось. Ну, это была молодость. Мне было 17 лет. Что ж ожидать? Здесь же то же самое, что человек слышит что-то произнесено не так, как он знает, и это режет ему ухо, и считается, что надо как типа помочь этому другому человеку исправиться, чтобы он лучше говорил или лучше что-то делал. Поэтому люди это делают. В принципе, меня, например, это не тревожит. Халбайн, Халбейн, мне все равно. Следующий вопрос. Человек пишет, что он не понимает смысл вот этой палитры. Очень хорошо написал, не обижая. Просто чисто вот человек не понимает смысл работы на этой палитре. Хороший вопрос, кстати. Вот она, эта палитра. Видите, краска не выпадает. Мне много писали, что с палитры выпадают краски. Если у вас настоящий Дэниел Смис, не подделка, ничего не выпадет. В чем смысл этой палитры? Что здесь 40 цветов. Если у вас есть 40 цветов, для чего их тут размешивать? Если можно каждый цвет, уже он есть, уже подобранный, использовать прямо, прямыми, не размешивая. Прежде всего, это дело предпочитаний. Нравится вам смешивать цвета, не нравится. Есть люди, рисуют чистым цветом. Я нет. Я люблю смешивать. У меня тяга создавать какие-то оттенки. Я по-другому просто не могу. Зачем их так много? Рисовать же можно там шестью красками, двенадцатью красками. Конечно, можно. Это опять жертва маркетинга. Есть красивые цвета, хочется их попробовать. Но рисуем-то мы какой краской? Той, которую видим. Если у меня есть тюбики краски, и они у меня где-то там аккуратно лежат, я ими не пользуюсь. Я ими пользуюсь только тогда, когда они здесь. Поэтому я решила приобрести большую палитру, чтобы поместить очень много разных красок, чтобы я могла знать свои же краски. Поэтому мне, например, такое подходит. Если вам не подходит, то вы, конечно, работаете так, как вы работаете. Привычки – это очень индивидуальное дело. Следующий вопрос. Их тут вообще-то очень много, и они все внедрены в комментарии. Смысл в чём? Что когда я показывала видео о кисточках, я показывала вот эти кисточки, я закрыла кисточку мокрую. Вопрос. Это я что, на самом деле так делаю? И здесь так написано, что типа, как это я не знаю, как пользоваться кисточками, и что кисточки надо сушить вот в таком положении. То есть волосом вниз. И этот человек удивляется, что я этого не знаю. Ну почему не знаю? Знаю, это пишут в каждой книге. Это все знают. Да, я эти кисточки закрываю мокрыми. Я их приобрела прямо с рук у человека, который их сделал своими руками. И этот человек мне сказал, что это Эскода. Я забыла, как его зовут. Их было три. Был пожилой, который у них там самый главный, и два его племянника молодых. И вот он сказал, что вот здесь сделана дырочка, отверстие. И они провели массу экспериментов о том, за сколько эта кисточка высыхает в закрытом состоянии. Для того, чтобы там внутри выросла бактерия, ей нужно определенное условие. Ей нужно, чтобы была влажность, тепло и свет. И вот он говорит, что эта кисточка внутри высыхает за то время, за которое бактерия, вот с этим количеством влажности, и тепла, и света, еще не растет. То есть, если бы эта кисточка была мокрая постоянно, например, целый месяц, да, то там что-то случилось. Но она высыхает, я не знаю за сколько, за час или за сколько. То есть, за это время внутри ничего еще не растет. И вот эта кисточка. Что касается сушить кисточки вот так. Кисточки. Продолжение следует...